Привет, ребята! Меня зовут Санек. И я хочу вам поведать историю свою о тренинге Владимира Шамшурина. Дело в том, что впервые встретился с материалами этого чувака где-то полтора года назад, и я понял, что человек говорит абсолютно неземные вещи. То есть то, что говорит этот человек, абсолютно не вписывается в мою картину мира. Некоторое время мне это не нравилось, я это не хотел слушать, даже не смотрел. Потом я понял, что все-таки что-то из того, что он говорил, является однозначно правдой, потому что я начал находить подтверждение тому, что он говорит, в реальной жизни. Понял, что те неудачи, которые я испытываю, они действительно исходят от тех проблем, которые он описывает в своих видео, а также в книгах. Я прочитал книгу, из книги я сделал какие-то свои определенные выводы и даже начал выполнять те советы и упражнения, которые он говорит. Однако у меня не получалось создать из этого всего систему. Давай, расскажи вообще, откуда ты приехал, как ты оказался в Москве, откуда ты вообще приехал. Я сейчас тебе просто несколько вопросов туда задам. Однозначно, да. Собственно говоря, моя ситуация осложняется еще и тем, что живу я в Венгрии, и с венгерскими женщинами мне знакомиться и общаться сложнее, чем с русскими, из какого-то языкового, там, культурного барьера. Мне хотелось этот барьер, естественно, преодолеть. Волею судеб оказался в Москве летом. Увидел видео о том, что собирается тренинг на выходные, на 4 дня. Честно говоря, поморозился, но после того, как позвонил, узнал, что это достаточно интересная штука, мне ответил очень адекватный человек, веселый, с явно хорошим чувством юмора, не стесняющийся говорить о моих проблемах, о своих проблемах. Меня это крайне заинтересовало. Я отменил даже поездку, отменил планы на эти выходные, пришел на тренинг и, честно вам скажу, не пожалел. Объясняю, почему. Собственно говоря, никакой волшебной пельболи вам не дают. Вас заставляют на этом тренинге делать те упражнения, которые вам с какой-то стороны некомфортны. Возможно, те упражнения, которые вы будете выполнять, будут казаться глупыми, скучными, неинтересными, непонятными. Зачем вообще все это делать? У меня, честно говоря, такие вопросы возникали еще до того, как я пришел на тренинг. Когда я пришел на тренинг, мне уже было интересно, потому что в любом случае мы творим какую-то дичь. Но где-то в конце второго дня я понял, что та дичь, которую мы творим, она безумно развивает человеческий характер. Потому что только поборовшись с собственными страхами, методом погружения себя в эти самые страхи, ты можешь от них избавиться. Расскажи, сразу ли получалось выполнять те задания, которые, допустим, в твоем мироощущении расходились с твоими мироощущениями, так скажем? Ты знаешь, было необычно, что в принципе мне казалось, что мои мироощущения, ну то есть я их отключил, или отключаю, или могу отключить в какой-то момент. Но на самом деле организм каким-то образом пытался этому попрепятствовать. То есть он хотел меня в какой-то момент увести, не дать мне выполнить упражнения правильным образом. И естественно это мешало. То есть мешал какой-то страх, мешали внутренние мои социальные какие-то рамки, те вещи, которые, скажем так, привиты нам воспитанием, родителями, обществом и так далее. Навязанные, я бы даже так сказал, эти вещи, конечно, мешали. Поэтому упражнения получались, естественно, не сразу, но благодаря, конечно, тренерам, которые, когда мягко, когда жестко, отправляют тебя на дальнейшее, скажем, прохождение этих упражнений, дают постоянную обратную связь. Она не всегда нравится. То есть к этому надо подготовиться, что этот тренинг не для тех людей, которые хотят остаться в своей тарелке, не для тех людей, которые лежат на диване и чувствуют себя комфортно. Это те люди, которые, возможно, и лежат на диване, но понимают, что так делать не нужно, и я хочу с этим что-то поделать. И вот в этой ситуации, действительно, когда вы приходите, вам дают обратную связь, вас пинают, вас действительно, на вас ругаются. И для меня это тоже очень интересный опыт, и ругаются так по-злобному и хорошо, но это позволяет сделать упражнения намного красочными, жизнь намного более интересной. Даже после трех дней, собственно говоря, тренинга, у меня полное ощущение того, что я абсолютно новый человек. Да, я остался, в общем-то, таким же, каким и был до этого, потому что ничего, собственно говоря, не изменилось. Во мне я так же выгляжу, у меня тоже имя, те же паспортные данные, но внутри я ощущаю себя совершенно другим. Я намного свободнее. Я понимаю, что я, в принципе, не боюсь подходить к людям. Я не боюсь у них спрашивать провокационные вопросы. Я не боюсь добиваться тех целей, которые я сам себе ставлю. И, наверное, это основное мое достижение за этот тренинг. Безусловно, конечно же, у меня получается подходить и к женщинам, не стесняться. Хорошо, Эдин, смотри, вот и напоследок, очень коротко, что ты посоветуешь ребятам, которые до сих пор еще думают, размышляют о том, поехать или не поехать, или которые очень хотят поехать, но по каким-то причинам они себя сдерживают. То есть, что ты можешь пожелать вот этим ребятам, которые до сих пор еще находятся в этой стадии. Они понимают, что им это нужно, но по каким-то причинам еще боятся и стесняются поехать. Я однозначно советую ехать. Почему? Потому что, если вы это будете делать самостоятельно, это тоже неплохо. Но, понимаете, дело в том, что любое упражнение можно делать там за 10 минут, а можно за 10 дней. Если есть возможность сделать упражнение реально за 10 минут, то почему бы это не сделать? И мне понравилась, это не моя фраза, но она мне очень понравилась, грубо говоря, жизнь, она за свои уроки учит хорошо, но берет дорого, прямо как Шамшурин. Только Шамшурин эту жизнь намного сильнее ускоряет. Шамшурин и та команда, которая с ним работает, делает вашу жизнь красочной в очень сжатые короткие сроки. Очень бы хотелось добавить, что на самом деле берет-то не очень дорого. В общем, не очень дорого. Ну как, дорого, дорого в плане нервов, однозначно дорого. Ну все, спасибо, спасибо, Санек. Мы тоже были очень рады, что ты нас присутствовал и оставил свой след. Надеемся, что в следующий раз уже тут приедут твои друзья. Скорее всего, твои там тоже какие-то ученики возможны. Все, спасибо. Спасибо.